Доброе утро! В эфире телеканала Катунь 24 новости. Меня зовут Антон Скаль. Все главные темы этого выпуска. Алтайский край оказался в центре мощного циклона. Погода в регионе резко ухудшится. Подробности выпуски. Уникальная технология транспортировки, которая нигде за Уралом не используется. Как на крупном перерабатывающем предприятии появился свой шаттл. В старейшем парке Барнаула установят новую ограду. Как будет обновляться территория, знают наши корреспонденты. И начнем выпуск с информации о погоде. Сильные осадки, дождь и мокрый снег, а также штормовой ветер ожидается в Алтайском крае в ближайшие три дня. Несмотря на это, в регионе будет довольно тепло до плюс 15 градусов. Сегодня, завтра и в воскресенье в большинстве районов региона будет дождливо, а в утренние и ночные часы еще и снежно. В предгорных районах ожидаются очень сильные осадки. В субботу ветер с южного сменится на западный. Его порывы могут достигать 22 метров в секунду. По ночам в крае будет около или чуть выше нуля. Днем максимально до 15 градусов тепла. К воскресенью похолодает. Однако высокая температура до 14 градусов в последний выходной день еще сохранится в юго-восточных районах. А в целом по краю будет от плюс трех до плюс восьми. И несмотря на холодную плохую погоду, сегодня в Барнаул прибыли участники автопробега маршрутами Великой Северной экспедиции. Он стартовал еще 12 октября. По его итогам будет создан туристский маршрут, охватывающий три части света. Европу, Америку и Азию. Кроме того, гости посетят Краевую детскую библиотеку и подпишут соглашение с Алтай-турцентром. Зачем и о чем знает наш корреспондент Владислав Кириенко. Он сейчас встречает гостей Краевой столицы неподалеку от Нового моста и готов рассказать об этом в прямом эфире. Влад, вам слово. Антон, доброе утро. Действительно, плохая погода не мешает ходу автопробега по следам Витуса Беринга. Подробнее о нем мы поговорим с его автором, можно сказать, с одним из его участников, с Эльдаром Маматовым. Эльдар Янусович, доброе утро, если оно для вас доброе. Доброе утро, Барнаул, здравствуй. Мы завершаем нашу экспедицию, которая началась 12 октября. Мы выехали из Новосибирска, проехали через города Томск, Кемеровно, Кузнецк, заехали в Шерегеш. Вчера у нас была встреча в Бийске с кадетами и сегодня нас ждут несколько встреч приятных в городе Барнауле, столице Алтайского края. Мы подпишем соглашение между ТИЦ Пермского края и туристской информационной сетом «Алтайр Турцентр». Эльдар Маматович, расскажите, пожалуйста, цели, самые главные цели вот этого автопробега? Цель автопробега и вообще проекта маршрута Великой Северной экспедиции найти в городах следования камчатских экспедиций людей, которым интересна история нашего государства, которые неравнодушны к тому, что происходит сейчас, а людей, которые хотят сделать нашу жизнь интереснее, красивее, лучше. Что за договор будет подписан с Алтай Турцентром? Для чего он, в принципе, нужен? На что он нацелен? Соглашение между Алтай Турцентром и ТИЦ Пермского края подписывается для того, чтобы начать уже более плотное сотрудничество в развитии внутреннего туризма, межрегионального туризма. Между Алтаем и Пенским краем, конечно же, есть неформальные связи. В частности, мои друзья, я сам часто езжу в Барнаул, далее путешествуем по Горному Алтаю с тем, чтобы сплавляться, путешествовать, ходить в горы. Но сейчас, после подписания соглашения, я уверен, что и на уровне краев будет проделана работа, в частности, по продвижению этих проектов и маршрутов Великой Северной экспедиции, в частности. А чуть подробнее и коротко об этих проектах можете рассказать, хотя бы вкратце, о каких-то будущих проектах? Да, маршруты Великой экспедиции – это самый протяженный маршрут в стране. Он идет от города Санкт-Петербурга через Урал, Сибирь до Камчатки, до острова Беринга. И любой желающий путешественник может пройти по этому маршруту за один раз, преодолеть несколько тысяч километров. Вообще-то, он рассчитан как раз больше на то, чтобы люди, которым интересен наш край, интересная история нашей страны, могли путешествовать и ездить по стране в течение долгого периода, и много раз можно делать такие поездки. Например, из Барнаула можно приехать в Бийск, это барнаулицы делают достаточно часто, но уже несколько иначе смотреть на историю. Ведь в Алтайском крае были ученые академического отряда, которые, собственно говоря, описали колывань, описали народы, живущие на территории нынешнего Алтайского края. Ильдар Ильинич, спасибо вам большое. Коллеги, нам остается добавить, что Барнаул – это последняя финальная точка в этой экспедиции, и мы надеемся, что она будет удачной. Антон, вам слово. Спасибо вам, Владислав. Возвращайтесь в редакцию, а я продолжу выпуск. Погода в Алтайском крае не мешает уборке урожая. Валовый сбор зерна в регионе превысил 5 миллионов тонн. Сейчас урожай отправляется на перерабатывающие предприятия. Наша съемочная группа узнала, как идет процесс переработки на одном из крупнейших элеваторов. 62 года назад здесь производили хлеб. И уже без малого, как четверть века, Каратаякский хлебоприемный пункт стал элеватором. Позже присоединился к крупному зерноперерабатывающему объединению. Сейчас Каратаякский элеватор – одно из крупнейших предприятий по производству муки, различных круп и комбикорма. По словам руководителя, на предприятии регулярно обновляется оборудование. Отсюда и высокая производительность. Сейчас так называемо делается адресная мука крупа непосредственно под клиента. А это оборудование, оно как раз и позволяет выпускать качественную продукцию, которую требует рынок. Но не все новое оборудование на предприятии зарубежное. В прошлом году, чтобы расширить емкости для хранения зерна, на территории возвели новый примельничный элеватор отечественного производства. Его строительство осложнялось из-за высокого уровня грунтовых вод. Но в Хабарском районе нашли необходимое инженерное решение. Почти 250 12-метровых свай, зарытых на глубину 10 метров. Этого хватает, чтобы удерживать емкость вместимостью в 4000 тонн. Тремельницы могут переработать 720 тонн зерна в сутки. После чего продукция фасуется в килограммовые и двухкилограммовые пакеты и 50-килограммовые мешки. Также организован бестарный отпуск в специальных муковозах. Всего за сутки фасуется 74 тонны продукции. Хранение упаковок и отправка товара к заказчикам проходит в современном логистическом центре. Для быстрой транспортировки в складском помещении используют систему «Шаттл». По заданным координатам она может перевести поддон из продукции. Такая технология уникальна. За Уралом больше нигде не используется. Но главная гордость Каратаякского элеватора далеко не в оснащенности. Основная гордость сегодня наша. Мы построить можем все сегодня. Новые мельницы, новые элеваторы еще. Но основная наша гордость – это люди трудолюбивые, добросовестные, ответственные люди. Достаточно много передовиков, достаточно много примеров, на которых нужно равняться. Сейчас Каратаякский элеватор поставляет свою продукцию по всей стране, а также на ближнее зарубежье. Таджикистан, Узбекистан, Китай и даже в Северную Корею. Не исключено, что в скором времени и на торговых полках в других странах появится товар с пометкой «Сделано в Алтайском крае». Вадим Слюсарев, Денис Кузьменко. Новости. На 200 лет назад парк центрального района постепенно возвращают к своему историческому облику. В старейшем парке нашего города начали возводить новую чугунную ограду. Над эскизом новой ограды специалисты трудились несколько лет. Цветовую гамму согласовывали с экспертами-историками. В ближайшие два месяца строители установят ограждение, столбы, после чего навесят ограду. Ее изготовили в камне на обе, на чугунно-литийном заводе. Она будет украшена вензелями в стиле 19 века, городской символикой и гербом администрации города. «Чтобы появилось что-то устойчивое и крепкое на поверхности, нам необходимо так сделать внутри, чтобы при дождях, при каких-то паводковых ситуациях, при грунтах, которые здесь недалеко от Барнауки, мы все знаем, что грунты здесь зыбучие, грунты вспучивающие. Поэтому при проливных вот этих дождях и влажности, которая здесь постоянно в грунтах, нам необходимо, чтобы, конечно, его не повело». На этом у меня пока все. Еще больше интересных новостей вы можете найти в социальных сетях нашего телеканала и на сайте katun24.ru. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин